Игрушки, плюшки и макушки, сейчас картинка установится нормально. Ты меня видишь вообще хорошо? Да, хорошо. А я вот так головой делаю, ты меня видишь, что я делаю так головой? Да. Нормально. В носу лот ковыряешь. О, нет, я уже поковырял минуту назад, прикинь, с какой задержкой идет. А что с такой задержкой-то идет? Я что-то не понял, блядь. Вот сейчас я нос тебе тереблю, а ты видишь? Да, нормально идет, вот. Я шучу. Так, а как я писать-то буду, бляха-муха, если я себя не вижу, тебя, а ты в этом кружочке и все. В смысле в кружочке? Ну, в прямом кружочке. О, ты ведешь запись звонка. Да, веду запись. Я скину тебе ссылочку потом. Не, понятно. Она там в скайпе остается и потом ее хоть ты, хоть я можем скачать. Я понял. А зачем нам вот эти вот для наших каналов наши пятиминутные непонятно что разговоры. Ну, ты хочешь, я могу вырезать. Или пусть будет. Ладно. Вот. Смотри, я сейчас тебе кое-что расскажу, что меня на уровне инсайтов тут посещает, да? Ну. Меня, кстати, нормально слышно? Хорошо? Очень хорошо. Очень хорошо слышно. Вот. Ну, начнем с того, что в шестнадцатом году мы с тобой сидели на семнадцатом на звездном ключе в Томске. И там у нас есть серия, где мы по городу ходим, по Томску. Ну, она, кстати, можно сказать, что даже пользуется спросом. Смотрит ее. И я, конечно, перенаправлю, и ты перенаправишь, там, если выложишь это видео на канал к себе, да, на видео, чтобы люди, те, кто не видел, посмотрели. Ну, да, посмотрели. Да, кто забыл, смогли освежить. Тогда мы говорили, тогда я высказался про то, что Солнце – это Юпитер. Потом я понял, что мы подошли, как в Сапрамате, к одному и тому же мнению про Юпитер, про Сатурн. Я почему-то думаю, что двойное Солнце, которое описано в мифах индейцев – это и есть Юпитер и Сатурн, но не в этом дело. Я сейчас постараюсь тебе… То, что у меня на уровне инсайтов беспокоит меня, да? Вот все видео, которые на твоем канале, встречи в Миасе, на них надо тоже ссылочки оставить. Я постоянно их пытаюсь репостить, чтобы народ вот это вот качественное, настоящее видео, реальную историю начал понимать, потому что все пазлы практически сложились. Единственное, у меня не складывается со светилом с нашим. И вот здесь я сейчас хотел бы тебе задать вопрос. Но сначала расскажу, что у меня. Во-первых, светило, да? Ты говоришь, что тогда, когда наше Солнце погасло, наше светило погасло, это светило пришло из Центра Галактики. Вот до сих пор не могу себя в голове уложить, потому что у меня не откликается, у меня откликается другое. Из Центра Галактики мог прийти сигнал, посыл, энергетический выброс. Но условно говоря, да, Вселенная – это материнская утроба. проявление Отца, тот, который зачинает, да, мы видим как проколы. Это звезды. Как проколы вот этой энергии отцовской. Он зачинает, проникает энергия, условно говоря, тот эфир, да, и начинается рождение планет, рождение детей. Так вот, сделать прокол, да, вот здесь у меня отзывается. То есть сделать прокол, условно говоря, да, и засверкало новое Солнце. И я все думал и думал, светило Солнце, наше Солнце. Я все думал и думал. А я же, знаешь, у меня много статей есть, где я рассматриваю нашу Солнечную систему, что она была гармоничная. Семь нот, ну, там, с полутонами, там, да, со спутниками. И она звучала. И вот сейчас она не звучит. И у меня по нотам, до, ре, ми, фа, соль, ла, си, планета эта встает очень четко. Солнце, 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 соль, соль. А не планета ли эта, пожертвовавшая собой? То есть для того, чтобы сделать прокол, либо засветить новое Солнце, нужна материя, да, а где ее быстро взять? И вот эта вот крестная смерть Спасителя, да, крестная смерть Спасителя. И появляется Спаситель. Сначала же не жили же в лесу, молились к лесу. А Солнце-то почему почитали, да? И пришел Спаситель. Здесь я с тобой тоже полностью согласен. Это же шедевральные все ваши встречи в Миасе. Но я тебе говорю, что вот как ты на это смотришь? Когда я вставлю Солнце, то есть я оставляю Юпитер как бывшее светило, которое гравитационно, условно говоря, было центром массы, оставляю на своем месте. Наша официальная наука говорит, что это щит нашей Солнечной системы. А как он может быть щитом, если он на дальней периферийной орбите? Ну да, да. Что? Щитом он может быть, если он летит, как по веретеннику, да? Летит впереди, возмущая вот это все. И собирая на себя все астероиды, кометы. Так вот, Солнце. Мне почему-то кажется, что правы те исследователи реальной истории, которые говорят, что Солнце-то во всяком случае не того размера, про который нам говорят, и не той массы, про которую говорят. И я вдруг в один из моментов разместил наше светило в Солнце, да? Между орбитами Юпитера и Сатурна, ну или за орбитой Сатурна, ничего не поменялось. Как Плутон как был далеко, так он остался далеко. А что там, миллиард километров ближе, миллиард километров дальше, хотя в этих миллиарды я не верю, да? И я вдруг понимаю, что в Питере я один раз встретился со Скворцовой Альбиной Николаевной. Это экскурсовод Питерского музея истории религий. И она мне сказала, она мне сказала, там инсайтов было много, но она сказала мне одну такую вещь. Жизнь на планетах может быть при условии прямого и отраженного света. То есть у нас же Луна-то осталась. И из трех ли она? Вот помнишь ту статью? Вот сейчас надо и на статью эту, видимо, прикреплять, потому что некоторые люди, которые не понимают сейчас, о чем мы говорим. То есть война была, да? Вот этот символ Дугалого Орла и те, где было три полумесяца, карта Леля и Месяц, да? Месяц это Луна или все три уничтожены? И это потом объект пришел, Луна. Ну, мы с Николаем... Смотри, по Луне я могу тебе сразу сказать, мы с Николаем выясняли, это не исходный наш спутник. Ее сюда пригнали. То есть вот то, что мы сейчас над нами видим, это вообще, я так понял, что он вообще не из этой системы. То есть это нечто внешнее. Его поставили на орбиту, как бы сейчас там вроде как по нашим данным, никого нет. Но вот та Луна, которая сейчас, это внешний объект. Он не искусственный, это планетоид. То есть как бы вот пытаются сказать, что это там как чуть ли не звезда смерти, вообще полая, нифига. Мы с Николаем смотрели. Планетоид, в нем идут тектонические процессы, там тоже есть как бы вот эти все и углеводороды, и все на свете, и руды, и прочее. То есть это планетоид полноценный, да, но он не местный. И мы с Николаем выясняли, его сюда пригнали и поставили на орбиту вокруг Земли, как искусственный объект. Ну, в смысле как, не то, что искусственный объект. Ну, это был определенный процесс, да, его поставили на нужную орбиту. Вот, то есть это не исходные наши Луны, которые у нас когда-то были. То есть этот вопрос можно на этом закрывать. То есть как бы мы это уже разными вариантами проверяли. Понимаешь, он не просто так стоит, рассчитано его положение, потому что вот смотри, и опять же это как определенный символизм, да, вот эти вот все ребята, которые нами рулят, они любят скрытые вот эти символику всякие, скрытые послания, да. То, что Луна полностью закрывает диск Солнца в момент затмения, это не случайно. Чтобы это происходило, она должна находиться на определенном расстоянии, на нужной орбите. Вот Луну поставили именно на нужную орбиту, чтобы демонстрировать, что они контролируют Землю. Здесь согласен. Даже согласен с тем, что это... И смотри, у нас по всем религиям четко читаются два культа. Один культ Солнечный, второй Луны. Вот их можно все четко разделить. Эти вот Луне поклоняются, эти Солнцу поклоняются. То есть, это поклоняются как бы Богу, эти дьяволу. Ну, то есть, Сатане, да. Не нельзя сказать Сатана или дьявол, это немножко неправильно. То есть, скажем, Христос и Антихрист, да. То есть, тот, кто против борется. То есть, как его правильно назвать, правильно ли его называть Сатана, это вопрос, на самом деле, спорный. Потому что там Сатана, он тоже несущий свет. И то есть, тут как бы игра вот этих слов. Можно там залезть и запутаться. Но, вот, то есть, есть как бы тот, кто за нас и тот, кто против нас. Так скажешь. Условный тандем. Условный тандем. Да. Если говорить, что, допустим, зло это недостаток добра, а зла как такового нет, то мы-то не понимаем вообще, в принципе, какие игры. Нет, зло как таковое есть. Это понимаешь как. Я тоже с этим очень долго разбирался. Что такое зло? Это осознанное причинение вреда с целью получить превосходство над противником. То есть, человек, вот, когда ты неосознанно что-то сделал, это не зло, да. Это вред, это как бы плохо. Или, скажем, вот, природный катаклизм, да. То есть, он происходит, если, ну, тот же ураган начинается, он что-то разрушает. Но он при этом не несет зло, потому что он, если он не направляется чьей-то мыслью, да, чуть-чуть кем-то осознанно, а это просто вот стихия, да. Вот, или там лавина с горы сошла, да, там все, вот она, это слепая стихия, у нее нет цели кого-то уничтожить, она просто уничтожает, потому что это ее природа. И она не есть зло, да, она есть как бы вред, там, но это не зло в том смысле, что это неосознанное действие. А вот если это осознанное действие, да, на причинение вреда, вот это есть зло. Да, вот смотри, на один из вопросов вообще уже развернутый ответ. А второй вопрос, вот ты бы сам бы, куда бы поставил бы Солнце, на какую орбиту? Мы его немножко отложим, почему? Потому что тут понимаешь, в чем дело? Ну, смотри, давай тоже по Солнцу. Вот я тоже эту тему, у меня тоже многие вещи не складываются, и я пытаюсь с этим разобраться, потому что вот я согласен с тобой, что вот это, ну, то есть первое, что я для себя какой вопрос закрыл, что то, что в религиях, вот в том, что в исходном православии, во-первых, православие изначально было культом солнцепоклонников, это и многие исследователи это доказывают, да, и это как бы лежит на поверхности. Мы приходим в старые храмы, мы видим, что там солнце, и все храмы построены по солнцу, и все, то есть тут обсуждать нечего. Исходное православие настоящее, это культ солнцепоклонников, да, и именно это солнце они называли спасителем. Тут почему, мы тоже это и у нас на встречах разбирали здесь, что Юпитер погас, света не стало, и Земля утратила. Там еще есть очень важный момент, о котором практически нигде не говорится. Дело в том, что Земля на самом деле имела свою астральную оболочку, и у нас было свое свечение вот это, оно сейчас очень слабое, вот то, что мы видим, как свечение полярных сияний, или из космоса они фиксируют, как голубой вот этот цвет, оттенок, да, то есть на самом деле это само свечение земной астральной структуры. Вот, и оно раньше было нормальным, и вот то, что мы, я вот это по биологии просто изучал, что там есть два максимума, один в красном спектре, другой в синем. Вот красный спектр, это то, что был максимум излучения Юпитера, там идет как бы чувствительность и по фотосинтезу, чувствительность и по зрению. А второй всплеск на синих частотах, да, а синие частоты, это вот был свой собственный свет астральной оболочки. Вот, и когда поле ослабло у Земли, вот это силовое, энергетическое, да, и это свечение прекратилось, и наступило как бы вот конец света, да, то есть у нас и внешний источник, который нас подпитывал, прекратил энергию давать, и планета перестала самосветить. То есть, в принципе, планета даже без Юпитера могла какое-то время существовать и поддерживать себя за счет этого поля, за счет этого свечения, там все бы функционировало менее интенсивно, чем с Юпитером. Мы, кстати, вот с Николаем, по-моему, в ролике у меня это не вошло, мы с Николаем прямо вот он рамочками выяснял, какая была напряженность, насколько упало все, и мы выяснили, что Юпитер, он усиливал, но он не был основным источником, он был вспомогательным. То есть планета была самодостаточной. То есть мы, если хотели, мы могли улететь вообще к другой звезде, да, и спокойно переместиться. То есть фактически Земля была такой маленькой звездой, и все планеты, они все поизначально, то есть они как бы совмещают. То есть как мне показывали эту картинку, снаружи астральная оболочка, а внутри находится планета твердая, да, то есть как бы это вот, и вот эта астральная оболочка, как ты говоришь, мужская вот эта энергия, да, то есть она как бы, ну, функция мужчины взаимодействия с внешним миром, да, с внешней средой. Функция женщины, вот внутренний мир, вот дом, очаг, да, и вот внутренний мир. И поэтому мы сделаны сильными, да, мужики, у нас тела такие, чтобы взаимодействовать с внешним миром, а женщина, она, ее задача родить и воспитать детей, да, ну, как бы изначально. Вот. И то же самое здесь, вот планета, мать, она как бы вот сама материя, да, мать-материя, это не случайно, как сказать, на коренные слова, да, она находится внутри, и она окружена вот этим астральным полем, которое имеет мужскую природу, да, то есть оно как бы дает защиту от внешних всяких вторжений и прочего. Вот. А здесь получается, что Земля сейчас вот эту мужскую составляющую утратила. У нас нету сейчас, у нас очень слабое это поле, оно фактически настолько вот от ультрафиолетового, ну, от электромагнитного излучения Солнца от мощного защищает. Вот. Вот, и все. А астральной вот этой оболочки практически не осталось. Вот. Но там еще есть очень непонятный момент. Во-первых, по массе я все-таки склонен считать, что, ну, понимаешь, на самом деле это легко проверить, все параметры движения планеты известны, их можно самому вот наблюдать, проконтролировать. И, скажем так, базовые формулы Кеплера по движению планеты, они никуда, ты их никуда не задвинешь, да, то есть Солнце имеет размер, мы можем спорить, но то, что оно имеет массу, это да, которая основная сейчас масса в Солнечной системе. Вопрос, имела ли она эту массу изначально, или она эту массу, ну, скажем так, захватила, перетонилась тех звезд, которые погасли. Вот тут есть варианты, да, потому что у меня был раньше такая версия, что вот та звезда, которая сейчас у нас в центре, она такая большая не потому, что она изначально такой была, а потому что она захватывала массу с тех звезд, чьи системы она брала, ну, забирала. То есть она звезда-захватчик. Вот, и в этом плане у меня есть такое версии, то есть вот у меня пришел эта информация про спаситель, что да, он переместился якобы, но одновременно с этим идет информация, что это не совсем достоверно, да, то есть что это попытка, как бы это сказать, ну, что он пытается скрыть свою вину, свои преступления, и он начинает придумывать ложный вот этот миф, чтобы себя защитить. Вот, а это похоже как раз на паразитарную модель, то есть как бы звезда-паразит, да, которая захватывает чужую энергию, чужое вещество, потому что свое генерировать долго. То есть, в принципе, звезда-это генератор массы энергии. И они как бы формируют вот эти свои миры, то есть они какое-то время генерируют это вещество, да, потом из него делаются эти миры. И это достаточно длительный процесс. Что получается в данном случае? Он захватывает чужие вещества и энергии, через это быстрее начинает расти, быстрее может эти свои миры формировать. Вот, но там есть проблемка, что он при этом, вставая вот на этот путь паразитического развития, да, сущность, она утрачивает способность к собственной генерации, да, то есть, ну, когда тебе, ну, это мы в жизни можем видеть, да, когда проще украсть, или там, когда вот эти вот все эти бандитские группировки, да, они хорошо умеют грабить и захватывать чужое, но они не умеют производить свое. И как только они все, что можно захватить, захватили, происходит коллапс. Да, потому что все, те, кто может производить, им производить что-то невыгодно, что-то создавать, вот, а эти не имеют соответствующих умений и навыков. И как только они последних творцов уничтожили, вся система схлапывается. Вот, и вот этот вариант я рассматриваю, да, и еще есть очень интересный момент, я когда вот с этой сущностью пытался общаться, я уже вот своим говорил, что, вы знаете, у меня такое сложилось впечатление, что по вот, такой есть термин, да, социальный разум, да, то есть, есть вот разум такой аналитический, это как вот человек задачи логические решает, да, а есть то, что общинный разум или социальный разум, да, как человек понимает, ну, вот, правильную модель поведения в социуме с другими людьми, да, то есть, вот, аналитически он, вот, у всех, кто паразиты, вот эти вот эгоисты, да, у них аналитически обычно работают очень хорошо, просто идеально, да, вот, но у них социальный разум развит очень низко, потому что они, иначе бы они не были паразитами и эгоистами, да, иначе бы они понимали, что в одиночку они не выживают, нужно создавать общину, вот, а у этого, у этой сущности вот социальный разум на уровне пятилетнего ребёнка, и когда с ним начинаешь общаться, да, он не понимает многие вещи, которые, ну, для меня, например, они очевидны, да, почему нельзя какие-то вещи делать с точки зрения вот этого социума общинного организации, а для него это чуть ли не открытие становится, да, то есть такое ощущение, что у него вот этот уровень развит очень слабо, вот, и пока я вот не знаю, как дальше, что с этим делать, потому что, ну, я понимаю, что с ним работают и пытаются его как-то образумить, да, образовать его, да, достроить, да, как бы развить, вот, но проблема, я так понимаю, что, то есть я всё-таки думаю, что Солнце, которое есть, это Солнце, ну, в смысле, скажем так, оно большое, но оно большое не было такое изначально. Было ли это вот этой планетой? Я не знаю, потому что у нас несколько планет в системе было разрушено, возможно, ты их путаешь, потому что одна, ну, не хватает просто планет, они разрушены. Вот, вот Николай выяснил, что как минимум две крупных планеты было разрушено в системе у нас. У нас обычно говорят про Фаэтон, про одно, он выяснил, что нет, их было две крупных планеты, причём они были покрупнее, чем Земля. Вот, и, да, и вот как раз то, что Юпитер был предыдущей звездой, что мы перешли, это у нас всё подтвердилось, всё прям слегло очень чётко. Да, да, смотри, Дим, да я где-то в одном из своих видео двухлетней или трёхлетней давности как-то сказал, что вот он, Яховый, мы его видим. Это и есть солнце. Потом ещё так подумал, с чего это я сказал. Ладно, вопрос не в этом, смотри. Расширение тут некоторое. Вот Игоря Гусева, ты косвенно знаешь, да, я его знаю лично, он тоже года два назад, три, может быть, обнаружил взаимосвязь с Москва. Кольцевая структура, да, ну, начиная с бульваром кольцу, садовое кольцо, третье. Он вышел за рамки, пошёл дальше, и он видит некую структуру, которая, города наши по кольцу идут 100, 200, 400 километров, потом выходят на ближней нашей республике всё по кольцу, потом выходят в Европу по кольцу и дальше по всему миру. Вот это кольцевая структура. Не просто так эти города построены. Игорь Гусев обнаружил. Мало того, он проложил лучи 12 затеокальных знаков. Так ты понимаешь, они попадают, они чётко попадают от Москвы, допустим, на Мадрид, или там от Москвы, условно говоря, на Салихард. Мы-то думаем, приехали на строгах казачки и вот решили, тут давай город строить. А чё это он попадает на один из лучей зодиакальных? Знаешь, это Игорь Гусев обнаружил, обнаружил вот эту вот структуру. И он её давно описал, рассказал, но он видит, что у него нет YouTube-канала. У него в основном ВКонтакте там всё. Тоже прикреплю, кстати, ссылку на это самое ВКонтакте. И ты понимаешь, в чём дело? Москва получается не просто центр Европы, а центр мира. А я-то понимаю сейчас, у тебя почему, думаю, специально записал, не забыть. Идёт, вот зудит этот вопрос. Ты понимаешь, в чём дело? Что делать тем малым, которые остались, выжившие, да? Захватили их там, не захватили. Или они вперёд на землю слиняли, условно говоря, как на безопасное место, да? Что делать? Закрепить историю на местности. И они начинают её закреплять. Как? Строительством Москвы, как таковой. Не знаю, вот я Игорю Гусеву скину ссылку на это видео. Интересно будет, что он скажет, как у него это отзовётся. Потому что у него чётко проработанная версия. Но смысл-то в том, что, а что это за структура? Ну хорошо, центр Европы, центр мира. Понятно, что она, вот в этой карте, вот в этой карте бы поискать, я думаю, мы там и солнце, вернее, наши светила найдём, найдём наши планеты, я предполагаю, просто надо бы этим заняться. Это вот, понимаешь, это так вот к размышлению. Ну и опять же, популяризация друга моего, Игоря Гусева. У него интересный материал. Но смотри, по Москве я могу что сказать, добавить, да, то есть вот мы с Николаем когда общались, он говорит, я Москву серьёзно проработал, и говорит, там очень чётко видно, что там очень мощная была промышленность металлургическая. И там куча орудных выходов, причём мульти, это не один какой-то металл, не только железо, да, а там вот они прям разные металлы. И это позволяло им производить сложные сплавы, и в частности оружие. Вот уже была сталь, да, то есть вот, а там где оружие, это центр силы, вокруг него начинает формироваться уже вся остальная инфраструктура. То есть они, я так понимаю, что они вот, оттуда пошла эта общинная модель, но вот сейчас вот я смотрел, тут тоже на одном канале, они сидят обсуждают, что-то, извиняюсь за фразу, сопли жуют, и вроде вот, мы не будем там сопротивляться, мы ничего не будем, и говорю, ребят, у вас не выйдет, потому что, как они говорят, вот, мне это государство, значит, неинтересно, я с ним не взаимодействую, поэтому вроде они от меня хренчего получили, говорю, не, ребят, вы не понимаете, что вот овцы, они тоже как бы не хотят взаимодействовать с волками, да, и вроде как могут делать вид, что волков не существует, но на самом деле волкам на это совершенно насрать. Когда они захотели жрать, они пришли, соответствующую овечку из стада выдернули. А остальные овцы могут дальше делать вид, что никаких волков не существует, да, вот, пока волкам снова не захочется жрать. Вот, соответственно, тут надо понимать, что любой паразит, он нападает, независимо от того, хочешь, чтобы ты на него, ты, чтобы он на тебя нападал, не хочешь, у него такая модель поведения. Если ты не можешь от него защититься и отбить вот это нападение, значит, он тебя захватывает, как бы забирает у тебя ресурс. Вот, соответственно, община, она обязательно должна иметь средства обороны, средства защиты. То есть, да, они могут быть не агрессивными, да, но если у них нет своей силовой структуры, которая их защищает, не позволяет у них забирать ресурс, понимаешь? То есть, они могут, то есть, понятно, что они не берут чужое, они не паразиты, но они не должны ни в коем случае позволять другим забирать ресурс. Потому что, если ты паразит, вот, позволяешь забирать у тебя ресурсы, ты за счет этого слабеешь, а он становится сильнее. И в какой-то момент складывается ситуация, когда ты его не можешь побить, потому что он набрал очень большую силу, он отожрался, а ты, наоборот, захерел, да, потому что у тебя все время ресурсы забирают, и ты уже не можешь сопротивляться. Поэтому, почему, я думаю, Москва стала центром, если вот там вот эта система была, что там множество этих металлов, и они овладили вот этими технологиями, производство оружия, да, такого, мощного, община, с ними ничего сделать не получается, просто так их не возьмешь, и они начинают вокруг себя строить вот эти общины, понимаешь, они начинают вот эту общинную модель распространять и выстраивать вот эту структуру, такую аналогичную структуру, да, почему они потом вот бились фактически, они же в 19 веке только ее, Москву-то разрушили, вот это Наполеон, Наполеон с Романами, да, то есть они ничего с ними сделать не могли, потому что общинная модель, когда она правильно выстроена, да, если там есть система обороны, если есть вот эти вот отряды, да, нормальные, князья, да, как правильные, которые идейные, не которые ради денег работают, ради бабла, да, которые у них есть определенная идея, да, все, с ними сделать ничего невозможно, и они поэтому очень долго так и не могли ничего сделать, вот, и опять же, ты понимаешь, что там же, мы смотри, они устраивают планетарный катаклизм, чтобы победить, потому что иначе они их победить не могут, они так зачистили Сибирь, они вот, вот с Николаем мы посмотрели, 1600, какой он, по-моему, сказал, то ли 89-й, то ли 98-й год, вот конец 17-го века, вот эта бомбардировка Сибири, и там практически уничтожили всех, кто жил, да, то есть они зачистили Сибирь, потому что они понимали, что они сделать с ними ничего не могут, и они вынуждены были обращаться туда наверх, чтобы оттуда им помогли, вот, а начало 19-го века, там начала сыпаться вот эта глина, вот мы Николаем посмотрели, 1825 год, это первый раз она начала, вот выпала мощно, и каждые 6,6 года, вот она с периодичностью повторялась, то есть постоянно сыпалась сверху, вот чем у нас города-то все засыпаны, это сверху, это вот обломки этой планеты, мы через это облако проходили, и постоянно эта пыль сыпалась, и убила экономику просто, они не смогли сопротивляться, потому что здесь стало холодно, эта пыль в атмосфере, она создает эффект ядерной зимы, то есть солнечное излучение не может дойти до поверхности, началось резкое похолодание, и получилось, что Европа за счет Гольфстрима, она отогревалась, а вот эти территории, которые у нас, они замерзли, и все, и люди просто вынуждены были, как бы сдаваться, потому что все, они не могли выжить, то есть они захватывали не военно, то есть они не могли никакой военной компании захватить, они много раз пытались, ничего у них не вышло, вот, и пришлось вот опять устраивать целый цикл планетарных катастроф, чтобы захватить вот эту, остатки вот этой системы, причем никакой Тартарии, мы пытались выяснить, не было никакой Тартарии, это все чушь собачья, это британцы, видимо, сейчас специально запустили у них там свой проект, вот, то есть было множество городов, поселений, причем мы пытаемся смотреть, там и немцы, и русские, и мордва, и кого только, они все жили, не было национальных государств, как сейчас, все жили в перемешку, были определенные специализации, кто чем занимался, да, приходили, ставили город, начинали развиваться, да, рядом могли ставить город другие, с другой специализацией, начинали развиваться, да, то есть, и вот у них шел взаимообмен, то есть это были такие общины свободные, да, которые между собой обменивались, чисто экономически друг дружку поддерживали. Весь север у нас в таких городах. Да, и поэтому, как бы, когда говорят, Германия, нифига, то есть в Германии полно было русских поселений, здесь у нас полно было немецких поселений, мы даже в Миасе, чтобы был немецкий город, здесь полно этих городов, то есть, жили в перемешку, не было вот таких, но города были по какому-то вот принципу, вот община, то есть община, она была более такая, как это сказать, к определенному роду относилась, то есть, они вот, немецкий город, он немецкий город, то есть, они в основном говорили на немецком, да, если там вот русский город, он русский, он еще какой-то, еще какой-то, то есть, они жили вот такими группами, но никакой вражды не было, то есть, это была другая модель совершенно, и не было вот такого государства, как сейчас, Хотя были вот эти военные отряды, военные, которые поддерживали порядок и обеспечивали оборону. Вот такие отряды были. Крайнее ваше видео хорошее. Там, где ты говоришь, что немцы, это потом немцы стали ассоциироваться с Германией. Да, да, да. Это те, которые, как немые, общались телепатически. Телепатически, да. Да, эти нечеловеческие расы, да. Да, вот ты Кефалов упоминаешь, там еще кого-то, которые под землю сейчас ушли, у них ресурсов мало. Так, а я помню, что тебе говорил про Игоря Мачалова, питерского тоже исследователя, который каждый год челночит Кольский полуостров. И у него много очень материалов. И про бомбардировки, ядерные закладки, глубинные взрывы. И вот он делает предположение, что чего-то испугалась вот эта власть, чего-то испугалась. И вполне возможно, она перекрывала вот эти вот либо выходы, либо близкие выходы вот этих вот тех, кто под землей у нас живет. Я тебе могу больше сказать. Этих каналов много, вот сейчас в Африке они очень активно их копают, да. А вот у нас тут постоянно находят. Вот Красноярское метро, они бросили строй, потому что они докопались до одного из этих тоннелей, и у них народ начал сходить с ума, и они под всякими предлогами прекратили работу, да. Потому что понимаешь, что они не знают, что с этим делать. И вот этот пресловутый перевал Дятлова, группа Дятлова. Николай говорит, я думаю, дай посмотрю, что там. А там, говорит, прямо вот на том месте, где они последний лагерь ставили, где они погибли, там выход из подземной этой структуры. Они прямо рядом с этим, говорит, такое ощущение, что они про него знали, и туда и пытались проникнуть. И поэтому у них крышу снесло. То есть это не испытание какого-то оружия снаружи, а они просто пытались туда зайти, вскрыли этот проход, и на них психологическое воздействие, и все. Вот это вот за много-много лет первая-единственная версия, которая у меня сейчас прямо, знаешь, как флешка встала в осознание. Да. Вот. И этих структур, говорю, что он же откартировал вот эти тоннели, они, говорит, есть разного диаметра, и четко видно цивилизация, которая была первая, да, там, где под 20 метров они были ростом. Мы же выяснили рост, да, что 4,5 метра предыдущая, потом там, по-моему, 12 метров, потом 20 метров, и вот были огромные эти существа под 50 метров, 48 метров, которые как бы вот сущности уже самого верхнего уровня. Вот. И он, говорит, вот эта 12-метровая цивилизация строила тоннели, и они читаются. Но они, говорит, я, говорит, когда их первый раз замерзу, смотрю, говорит, они на дне, думаю, а что же они на дне-то? Оказывается, они сейчас на дне, а раньше это был материк, материковый шельф. Вот. А следующая цивилизация... И у них они диаметром тоже там что-то под больше 10 метров, я не помню, он говорил, то есть они под их размеры сделаны. Вот эта цивилизация 4,5 метра, они 6-метровые тоннели строили. И почему, кстати, у нас метро 6 метров, потому что в Москве они часть метро построили по этим старым тоннелям. А чтобы они не отличались от новых, они новые тоннели строят этим же диаметром 6 метров. Хотя, в принципе, можно было строить два маленьких тоннеля, да, под каждую ветку, а не в одном все это... Затрат меньше, да? Затрат меньше, да. А чтобы это не отличалось, вот у них получилось, они в этот стандарт приняли 6-метровый. И у нас здесь есть эти структуры, которые до 1492 года построены, до последней крупной катастрофы. И есть тоннели более поздние. Вот те, которые в 16-17 век копали, они маленькие, они 2,5 метра. И они вот от этих больших тоннелей, как ответвление, выходят и под города. Вот они в районе Мяса есть, в районе Кыштыма мы находили. Они выходят, типа вокзалов было, то есть туда подходили вот эти поезда, значит, там были подземные эти станции. И эти магистральные большие тоннели, они, видимо, были скоростные, потому что их видно, что они имеют очень крупный радиус искругления. То есть я говорю, ну это для тихоходных поездов они не нужны. Это если они такого радиуса делали, их скругление, значит, они были бы скоростные. Иначе смысла нет. То есть они идут через континент с севера на юг, они идут под континентом с запада на восток, они есть под океанами трансконтинентальные. То есть рыли огромное количество тоннелей. Под землей там большие очень структуры были. И вот где-то с перевала Дятлова, там выход одной из таких структур, и они там рядышком прямо. И он говорит, есть воспоминания, он говорит, я когда это обнаружил, давай, говорит, читай, что про это известно. И он говорит, что есть воспоминания друзей, вот этих, кто вот в этой группе Дятлова, где они говорят, что ой, мы прямо вот принесем сенсацию, мы прямо вот мы сейчас там сходим, там будет прямо что-то такое невероятное. То есть им, похоже, кто-то что-то рассказал, и они пытались в эту структуру проникнуть. Вот. Так что говорю, что история наша переписана по... Так мы понимаем, что мы сейчас вот последнее, у меня еще этот ролик не вышел, на последней встрече стали выяснять, и получается, что мы даже не знаем историю 20 века, потому что вот то, что мы считаем СССР, он формально был образован, окончание образования 1942 год. Вот. Но там есть очень интересные моменты. Мы давай по этой, по Римской империи разбираться, и выясняется, что Римскую империю, значит, официально она образована в начале 16 века, после вот этой катастрофы 1492 года. Вот. Это именно то, что называется Римская империя. Вот. А в 1900 году она прекратила свое существование, и правоприемником вот этой Римской империи стала Российская империя. Вот эти Романовы, Рома Новота, да? То есть не когда-то, там, не в 18-м, не в 19-м веке, а именно в 1900 году они получили статус империи, они стали правоприемниками, и потом здесь вот начались, их не все признали, вот эти все войны, да, то есть немцы, они же пытались объявить себя наследниками Рима, они вот эту создали империю германскую, германской нации. То, что вот Бисмарк-то создал. И почему первая мировая война-то началась, это была попытка их обратно загнать в стойло, то есть они не признали вот этот новый порядок, они пытались как бы свою, ну, пошла вот эта, да, кто будет главный, значит. И вот эта Первая мировая война, их загоняли обратно в стойло. И они там что натворили? Они, у меня это вот есть там, ну, там запись очень качество плохое, то есть они что сделали? Они начали массово применять отравляющие вещества во время Первой мировой, в частности хлор. И они, а хлор, ну, вот они его выпустили, а дальше-то с ним, нам же не рассказывают, как бы люди-то не понимают, что, ну, вот они произвели огромное количество хлора, потом они его применили, они его выпустили в окружающую среду. А что с ним дальше-то произошло? Куда он делся? Он никуда не утилизируется у вас. Он что, куда? Он у них впитался в поверхностный слой почвы, он хорошо очень растворяется в воде, и вместе с осадками всем, они отравили почву у себя в Европе. Почему у них голод-то начался там? Потому что они траванули почву, плюс вот это вот, они это отравление массовое население прикрыли эпидемией вот этого, типа, якобы гриппа, испанка называется, да? На самом деле симптомы те же самые, что при отравлении хлором. То есть они прикрыли вот это применение, массовое применение отравляющих веществ, они прикрыли этой эпидемией испанки. Причем как бы никогда больше подобных эпидемий от гриппа не возникало ни до, ни после, да? То есть что само по себе вызывает вопросы. Вот. А самое главное, что траванули почву, несколько лет вообще ничего не росло. И что они, почему тут в России бунт-то возник? Они стали отсюда продовольствие везти в Европу, изымать вот продразвёрстку эту они ввели там, да, на изъём. И под предлогом вот этой продразвёрстки, ну, просто за бабло, да, за хорошие деньги, вот эта вся местная, это комарилия, блин, они стали изымать у крестьян зерно, продовольствие, и повезли туда в Европу, потому что оно там стоило бешеных денег. Несмотря на то, что они вроде с одной стороны с ними воевали, а с другой стороны решили хорошо заработать. И они стали, ну, как бы, здесь начался голод. И здесь пошёл бунт. И вот этот бунт они потеряли власть, да, когда большевики пришли, когда вот это всё здесь переворот. Но получилось, что мировая элита, это СССР, она не признавала до 1942 года. Они только в 1942 году его признали как государство. Но очень важный факт. Права Российской империи, вот этой глобальной империи, которая правит планеты, они перешли в Британскую империю. Вот Британия в 1942 году стала империей за то, чтобы СССР признали, как государство, эти наши элиты, они, ну, вот это СССРское правительство, они отдали, признали, что Британия будет наследником вот этой Рима и Российской империи. То есть им статус империи перешёл. Вот. И с того момента у нас Британия является как бы планетарным правителем. Как бы, ну, вот империи, статус империи имеет. Вот. И они же, фактически, они сейчас, вот Британская королева платит, правит планетой. То есть она как бы верховный судья, верховный правитель. Вот. И они очень боятся, что эта информация вылезет. Потому что никто толком не знает. Это у них там наверху это всё крутится. Кто у них кем команд. Почему, опять же, я говорю, ребят, ну, вы посмотрите, а почему все последние инстанции это высший суд Лондона? Что же в Лондон-то они бегут-то все судиться? Да. Вот. А потому что, как бы, он и есть высший суд планетарный. То есть это за ним последнее слово. Поэтому в конечном итоге все идут туда. Вот. И ещё один момент тоже тут народ мне написал в комментариях, мне очень понравилось сразу. Он говорит, очень, говорит, интересная у Британии конституционная монархия, у которой нет конституции. А у них нет конституции. Ну, строй называется конституционная монархия. Он говорит, как это так? Конституция у нас, у рабов. У колоний, да. Вот. Ну, тем не менее, говорю, что вот, и почему до 42-го года нам не оказывали вот эту помощь по Ленд-Лизу-то? Они же только в 42-м году начали оказывать помощь. Они там всё собирались, собирались. А потому что вот этот юридический, этот момент был не урегулирован, и СССР ими не был признан как самостоятельное государство. То есть было множество отдельных образований. Даже тот же РСФСР был как... А вот СССР как единого государства ими не признавалось. Они только вот признали его в 42-м году, и после этого начали именно СССР как государственному образованию оказывать помощь. До этого они могли помощь оказать только отдельной РСФСР, отдельной Украине, отдельной Белоруссии. А что там Украине или Белоруссии оказывать помощь, если их уже Гитлер захватил? Понимаешь? Да. Вот. И даже мне тут я еще до конца этот материал не проверил, но мне народ уже прислал, говорит, что вот посмотрите, говорит, монеты до военные, на них на монетах не СССР написано, а РСФСР написано. Да, да. Он говорит, а как, говорит, если у вас СССР с 22-го года, почему на монетах-то РСФСР, не СССР? Понимаешь? То есть даже такие вот моменты, которые как бы люди на них не обращают внимания, потому что им... Про что тебе не говорят, ты на то внимания не обращаешь. Да, про что говорят, ты обращаешь. Вот такая вот... Вылезают вот такие вещи. Вот. И в 44-м году они договорились о вот этой новой истории, как они все это будут рассказывать всем остальным. То есть они вот в 44-м году на Ялтинской конференции вот эти вот Британия, США и вот СССР, они договорились вот о новой концепции мировой истории, вот о том, как они все это скроют и как они будут новую вот эту историю рассказывать, общие как бы вещи. То есть это согласованный проект. Ну, понимаешь, я вот когда начал находить уже конкретные факты, вот эти те же подземные структуры, здесь у нас этот разрушенный город, и этот Альберт нашел каменный, как бы вот из гранита тоже эти остатки, которые еще под великаном были. У них там карьер в Озерске, который, к сожалению, нельзя посмотреть, что он на закрытой территории, но там натурально как бы распилены эти блоки. А эти блоки у нас по всему Уралу, там и в Каштыме встречаются, и в окрестностях встречаются. Он много структур нашел. Я говорю, ну вот мы видим, что есть старые структуры, которые не вписываются ни в официальную историю, не отмечены ни в каких документах, ни хрена. Я говорю, ребят, а как это может быть случайно? Но это не может быть. Значит, есть четко организованные силы, которые эту информацию искажали, удаляли, исправляли. Понимаешь? И мы даже обратили внимание, вот Николай, этот, Сережа Дайбов, вот у нас там тоже с нами встречается, он из Каштыма. Он там и в администрации работал, и много где. И он вот тоже как занимался местным... Он говорит, я напишу статью. Буквально, говорит, неделя выходит опровержение, там у нас в Челябинске сидит этот якобы историк официальный. Я говорю, да как он, похоже, отслеживает. Николай такой этой рамочкой минутой, говорит, спросим. Он говорит, да, ему, говорит, поступила команда дать опровержение. Понимаешь? То есть есть структура, которая за этим следит, которая этим занимается. То есть это организованный процесс. У меня был период, когда я считал, что это случайно могло произойти. Сейчас я понимаю, что нет, такие масштабы искажений случайно произойти не могут. Не могут. Но вот это очень большой масштаб, это должна работать хорошо организованная группа, они должны понимать, что они делают. Они могут часть людей потом использовать в темную. Да, понятно. Создать систему, мотивации, там всяких поощрений, чтобы заставлять их двигаться в нужном направлении, поощрять те направления, которые им нужны, блокировать те, которые не нужны. Но ключевая часть управляющего, она должна понимать, что она делает. Они не могут случайно это все делать. То есть они четко, сознательно искажают историю. Они понимают, для чего им это надо. Да, Дим, смотри, давай вернемся к Солнцу. У тебя есть предположение, почему на ближних орбитах четыре планеты, ну и пояс астероидов, в который превратился Фаэтон или там, ну как нам говорят, есть предположение вообще? В смысле? Ну, Солнце потом на ближних орбитах. Нет, а почему так? Он, если он со стороны, ну вот представь, у тебя система, Юпитер, вокруг него вращаются планеты и подходит другая звезда сбоку, да? И вот в этот момент со стороны между Юпитером и Солнцем оказываются какие-то планеты. И за счет того, что там гравитация сильнее, они с орбиты Юпитера переходят на орбиту вокруг Солнца. И все, и они оказываются на другой орбите. Те, которые оказались ближе к Юпитеру или с той стороны Юпитера, когда он проходил, с другой стороны, да? Они остались на орбите Юпитера. Ну хорошо, а как ты считаешь, это просто орбит? Давай, я перебил, договори. Вот, то есть у меня есть подозрение, что Землю все-таки корректировали по орбитам. И она, вот эти столкновения, которые были, они немножко эту корректировку нарушили, да? Почему? Потому что я пришел к выводу, что год был именно 360 изначально. Он потом, после вот этого столкновения 1492 года, он исказился, да? Стал длиннее чуть-чуть. И орбита чуть-чуть сменилась. И главное, что наклон, вот мы четко с Николаем это тоже проверили, что наклон оси, вот который сейчас, плоскости эклиптики, да? Там 26,7, по-моему, или 26,3, короче. Ну, короче, 1,66,6 метка вот эта зверя, да? А другое, сколько там, 90, минус 66,6, 23,4 получается, да? Ну, короче, вот угол оси вращения плоскости эклиптики. Это образовалось, этот наклон после 1492 года, после столкновения вот этого. Вот. А до этого момента у нас был другой календарь, у нас было 360 дней, и вот 360 градусов они не случайны. То есть, это все связано. То есть, это была искусственно сформированная система, как бы, и планета стояла на определенной орбите. Вот. А потом произошло это столкновение, и это все поменялось. Но у меня нет данных, вот с этим надо будет с Николаем попробовать это перепроверить. Возможно, что эти дни были, когда он вокруг Юпитера вращался, а не вокруг Солнца. Но тогда и сутки должны быть другой длительности, потому что орбита вокруг Юпитера была намного меньше, и возможно, что скорость вращения... Но есть данные о том, что день был короче. Это мне попадалось, и это, типа, якобы вот во времена динозавров, день вообще был маленький, земля быстрее крутилась, уж не знаю, как они это определили. А как быть с биологическим, когда людей закрывают? Вот есть данные, на 36 увеличивается время биологического человека, когда он не видит... Понимаешь, как? Если у тебя есть астральная оболочка, которая у тебя... Понимаешь, вот мы опять же смотрим вот эти старые мифы, мифологию греческую, римскую, да, и у них там есть, что до вот этого вот всемирного потопа, до вот этой катастрофы, не было не только смены времен года, но не было еще и смены дня и ночи. А, ну да, да. Вот. А почему не было смены дня и ночи? А потому что была своя астральная оболочка, она светила все время. А растань, значит, у тебя регулируется не продолжительностью суток астрономических, а каким-то биологическим ритмом. И вот этот ритм у нас под 48 часов. Он не связан с астрономическим временем. Он сейчас у нас привязался к астрономическому времени, потому что у нас Солнце только единственный источник света, да, и у нас за счет обращения Земли вокруг оси у нас сформировались сутки по 24 часа. Вот. И там, если проверить, он, наверное, даже и не 48 часов, а он там неровно 48. Мы просто как бы привыкли, вот, чтобы кратно суткам они это сказали, что 48. Вот. А реально там еще надо смотреть сколько. Только я не удивлюсь, если у разных рас он вообще разный этот цикл, да, потому что кого они проверяли, белую расу, желтую расу, черную расу, красную расу, кого они проверяли-то на 48 часов. Они могут еще и от расы зависеть. То есть, ну, просто это биологический цикл, не астрономический. А он сейчас просто синхронизировался, потому что по-другому у нас не получается. Вот как ты думаешь, а на орбитах у Юпитера тепла хватает вообще тем, кто там остался? Там же, я вот думаю, там какие-то выжившие есть. Вот Николая бы надо сам попытать. Во-первых, там нет, ну, понимаешь, мы можем оперировать теми, которыми нам известны по исследованиям, да, значит, во-первых, есть тектоническая активность. И сейчас она объясняется чем? Тем, что очень мощное магнитное поле Юпитера, и когда у тебя в этом мощном магнитном поле крутится объект, у тебя в нем формируются токи, да, ну, как у нас в магнитном поле, крутим якорь, да, у нас электрический ток вырабатывается. А здесь у тебя планета крутится, внутри нее в коре возникают мощные токи электрические, да, в этом, и она разогревает и приводит и к тектоническим активностям, и ко всему, да, то есть, как бы, вот это магнитное поле Юпитера, оно создает условия, когда планеты могут функционировать. Вот, значит, понятно, что и сейчас Юпитер, ему не хватает совсем чуть-чуть. У него даже по официальным научным данным объем излучаемой энергии в два раза больше, чем то, что он получает от Солнца. Вот, он не набрался, по официальной даже науке, он чуть-чуть не набрал, чтобы стать звездой. А на самом деле у него просто часть вещества Солнца забрало, как я понимаю, и он за счет этого потерял светимость. Соответственно, как только у него появляется светимость, а это, судя по вот этому максимуму в красном диапазоне, это был красный спектр, да, то есть больше тепловой, значит, хватало, значит, и тепла, и всего. Вот, но оно было, поскольку оно не такого размера, как Солнце, значит, у него интенсивность все-таки, планеты могли ближе к нему находиться, чем к современному Солнцу. У него интенсивность излучения была не такая мощная, как у Солнца. Да, у меня вот всегда, еще с 16-го года, когда я начал, где-то в статьях написал или какое-то видео у меня есть, что, говорю, Юпитер – это материнское Солнце, это вообще мама была. А второе Солнце, которое в мифах индейских описано, это Сатурн. Ну и что будет делать мужчина, да, вот божественная пара, Юпитер – женщина, да, восхождение Юпитер – кино, да, знаешь, какие-то есть такие инсайты, все равно, как у Кэмерона тоже прорываются, да. Так вот, Сатурну, ну, заступится, заступился ему и досталось, он же весь в хлам разбит, планеты разбиты. А там все планеты уничтожены, да, там обломки, все эти вот кольца, это обломки планеты, там он разнесен пух и прах, да. То есть он очень серьезно пострадал. Я тут согласен. У Питера тоже есть разрушенные планеты, но их меньше, у него больше осталось целых. А там, да, там сплошной пояс астероидов. Вот смотри, 1492 год – это как раз вот это церковное новолетие, а вот это пятно на Юпитере, официальная наука, я еще со школы это помню. Я помню, что официальная наука дает этому пятну, как упавшему какому-то крупному объекту на Юпитер, 400 лет. Я помню это. Не знаю, сейчас в Википедии можно, в Дурипедии это найти, не знаю, но я помню вот это вот, что официальная наука, советская еще говорила, что этому пятну на Юпитере огромному 400 лет. Как они высчитали, я не знаю. Но вот, пожалуйста, 1492 год. Бомбятся. Ну, это чуть попозже. Это ближе, знаешь, к чему? Это ближе вот к, если 400 лет, у нас сейчас 2000-е, это 1600-е. Это что-то чуть-чуть попозже. Ну, не буду спорить. Видишь, вопрос, как, во-первых, эти наши советские ученые это вычисляли, на каким основаниям, насколько они точно это датировали, чем они это обосновывали. Тут я пока не могу сказать. Но это можно, говорю, что вопросы подготовить с Николаем, потом встретимся, просто я позадавать. Видишь, там надо четко вопрос сформулировать. Под видео напишут. Ты, кстати, мне скажи, ты как готов вообще к регулярным встречам? Готов? Ну, в принципе, каждый день-то нет, конечно. Нет, не каждый день. А так раз в две недели, раз в месяц можно устраивать. Давай попробуем раз в две недели. Вот, давай попробуем, посмотрим, что это происходит. Просто я обычно пересматриваю, у меня потом возникают вопросы. Я думаю, что у зрителей возникнут вопросы. Вот. Час, наверное, уже прошел, да? Ну, около того, да. Может, побольше уже даже. Ну, смотри, как можем заканчивать. А, нет, нет, час еще. Около часа, наверное, да? То есть, часа нет, минут сорок, наверное. О, да, хорошее время. Да. Ну, смотри, давай на сегодня прервемся. Подготовим вопросы. И потом еще... Потому что, да, запрос мы сделали хороший. Для того, чтобы народ задумался. Ну, все, давай, рад был услышать. Все, давай. Всем пока. До встречи. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok